Вплоть до октября в этом году затянулась в бывшем совхозе кормозаготовительная пора. На это были объективные причины, говорит директор предприятия Олег Лещенко. Ломалась техника, подводили люди. Несмотря на все трудности, план по заготовке сена удалось даже перевыполнить. При норме в 600 тонн сена было заготовлено 1000 тонн. Сейчас механизаторы вывозят с полей рулоны. Но не все так радужно. Не получилось план выполнить по силосу. При трехтысячном плане мы заготовили только 1700. Это крайне мало. Почему? Это на первом плане человеческий фактор. Потому что изначально, как говорится, приду, буду работать, буду делать. Но вино делает свое. К сожалению, дисциплина, нарушение трудовой дисциплины сыграло в первую очередь. Ну и, естественно, сама техника. Плохие новости чередуются с хорошими. За полгода сельхозпредприятие сработало с прибылью. И это не может не радовать. Основной доход приносит продажа молока и мясной продукции населению. Однако заработанных средств катастрофически не хватает. Требуются глобальные ремонтные работы. Зданий, дорог, подъездных путей. Техника сыплется на глазах. Есть, значит, этот пресс, подборщик купили. Там два прицепа. Вот мы сейчас туда даем. Вот, амкир полтора. А все остальное, техника-то, она вся просто уже самортизирована полностью. Сто процентов самортизирована. И не только отсутствие должного финансирования государство проверяет нашего сельхозпроизводителя на стойкость и выдержку. Акционерное общество «Коряжемское» в октябре уже третий раз выставлено на торги. Практически год назад и в июле 2011-го просто не нашлось покупателя. Сейчас вроде как тоже обошлось. На 5 октября в Росимущество ни одной заявки на покупку бывшего совхоза не поступало. На сегодняшний день без перепрофилировки, то есть предприятие, которое будет заниматься в будущем и сельскохозяйством, и заниматься молоком и мясом, к сожалению или к счастью, на сегодняшний день сложно сказать даже, кто этот будет человек. Не нашлось покупателя, молодца, который бы действительно мог бы, засучив рукава, взять на себя определенную обузу. Находиться в подвешенном состоянии уже порядком надоело. Да и покупатель может найтись тот, который перепрофилирует бывший совхоз под свои нужды. Тогда около 90 человек окажутся на улице без работы. Чтобы этого не произошло, уже во второй раз директор пишет письма губернатору. Предприятие, которое сейчас снабжает город свежим молоком и мясом, должно быть передано на баланс области. Решение за руководством региона.